друзья всех приветствую всем доброго здравия уже вот несколько дней а той неделю средствах массовой информации активно крутят информацию о том что правнук сталина селим бен сад если кто не знает это сын галины джугашвили намеревается откопать йосифа сталина и перезахоронить его на новодевичьем кладбище что интересно что эта новость она проходит на фоне усиливающегося сопротивления населения то есть общественности вот этой вот искать тирании и геноциду все больше и больше людей начинают понимать что все что сейчас творится не имеет никакого отношения к медицине к здоровью и вот эта новость проходит на этом фоне более того эта новость проходит по федеральным по федеральным телевизионным каналам я просто я не смотрю эти как фашистские каналы телевидение уже давно просто я узнаю это из интернета и даже в какой-то какой-то очень популярной передачи прошла новость об этом не в новостной а какой-то вот ток-шоу или что-то в этом роде что это неудивительно это неудивительно но сейчас не об этом дело в том что уже на протяжении 30 лет сталина пытаются вынести с красной площадь но понимаете у них это не получалось как-то это надо оформить и правовом юридически это как-то оформить и вот у них сейчас недавно появился вот этот вот правнук селим бен сад напомню он инвалид он глухонемой понимаете и судя по его тем публикациям которые я читал той же комсомольской правде он немного и слабоумный понимаете ну только слабоумный человек может сказать подвергнуть сомнению того что его отец является настоящим отцом и требовать проведение днк экспертизы с его отцу это же как надо не любить свою мать чтобы обвинить ее сами понимаете в чем ладно это сейчас не важно важно совсем другое что сейчас у них появился вот этот вот правнук и главное что они его взяли под серьезную опеку где-то год назад очень серьезную опеку что можно сказать по этому поводу чтобы они там не готовили чтобы они там не придумывали чисто юридические там и так далее и тому подобное тут надо понимать одну простую вещь слабоумным это не понять а вот остальным я думаю это простая вещь будет очень понятно и ясно дело в том что сталин не принадлежит его родственникам а вот тем более таким как селим бен сад он даже не принадлежит коммунистической партии если даже таковая была сегодня в российской федерации сталин принадлежит народу который он фактически создал которому он служил и ради которого погиб именно погиб потому что он был убит он был отравлен только не бери как говорят эти придурки а был убит хрущев и это хрущев делал не в собственных интересах или в интересах или там из-за злобы на сталина потому что тот не спас его сына как эти придурки некоторые это мотивирует нет хрущев это сделал в интересах парт номенклатуры вот этого центрального комитета и первых секретарей почему потому что они теряли власть сталин у них власть отобрал на девятнадцатом съезде партию и вот они в принципе согласились промолчали с тем что сталин был убит а бери убили потому что он вышел на исполнители этого убийства и так сталин не принадлежит его родственникам не принадлежит ком партии он принадлежит его народу который он создал ради которого он жил и ради которого он погиб и и только этот народ имеет право решать что делать с его могилы но в силу того что этого народа больше нет я имею ввиду советский народ его больше нет поэтому тема о могиле о каких-то манипуляций с телом сталина и так далее это вот эта тема должна быть закрыта по крайней мере до появления в российской федерации власти служащий своему народу всем спасибо за внимание